Камера в спину Прикиньте, в спину Как-то подлинненько тогда Камера в спину Как выстрел в спину какой-то, да? Наконец-то мне тут удалось подобрать Мало мать и пригода держать Телефон Это просто засада какая-то была Сколько я перепробовал, их все не ломались Ну посмотрим, как этот, ну, ворот, мне нравится И вроде и звук не закрывает Толком пишет хорошо все И обзор Хороший и не трясется Сам кронштейн Прям как изображение вкопанное Вчера проверил, мне в общем-то понравилось Всем привет, друзья С вами, как всегда На моем канале я Михаил Шилов Автор ряда проекта по боевым искусствам Как Будушин.ру Будоблог.ру Макивара.ру А также Канала медицинской тематики Докторшилов.ком И канала по здоровому образу жизни Корректуры.ру Как преобразовать Как вообще изменить свою жизнь К лучшему Работая над собственным телом Об этом канал Ну и я Обо многом Своих другом вообще Вот О чем? Еду я на тренировку И как всегда В это время Идут у меня Идет у меня тема Так называемые Подкасты За рулем Вот Хотел Это больше Такой Новостная Как бы У меня это лента Я рассказывал Буквально Вчера На ряде Своих Каналов О том Что Буквально Еду Завтра Уже получается Да На первенство России По ММА Для работы Во врачебном корпусе Первый день Там будет Два ринга В одном Будет один доктор Работать В другом Другой И Это будет В субботу А в пятницу Ой А в воскресенье Будет уже Финал И будет один ринг На котором Который будут Отслуживать Два врача И потом Давай Сначала Я Как бы Немножко Подрастроился В каком Своих ключе Абсолютно В это же самое Время Несмотря на то Что Первенство России Это Довольно Серьезные Мероприятия Несмотря на то Что молодые Люди там Участвуют Но Там Очень Высокого Класса Бойцы Будут Конечно Вот Но В это же самое Время Восстание Чемпионат Мира Блин Все Думаю Никто не приедет Из Из Первых лиц И вот Буквально Вчера Узнаю Катерина Это Не знаю Какая у нее Должность Союз ММА Но Ее прикрепили Ко мне Чтобы она Всю логистику Моего Транспортного Пути Прописала Все билеты Заказала Все такое Очень хорошо Работает В этом плане Говорит мне Что на Первенство России Оказывается Поедет Федор Емельяненко И будет Там Присутствовать И вот В этом плане Респект И уважуха Во-первых Я Обрадовался Что Будет Время Я надеюсь Что найдем Время Обсудить Ряд вопросов Тарас Ряд Каких-то Предложений Внести В подготовку Бойцов В плане Профилактики Спортивного Травматизма И Профилактики Вообще Травматизма На соревнованиях И Подготовки Вот Сфоткаться Вот И Но Но Почему Респект Ему Потому что Одновременно Чемпионат мира Вроде бы Чё бы ему Не поехать Туда Поддержать Сборную России На чемпионате мира Но Он едет На первенство И это Говорит о том Что Будет Очень серьезно Задумывается О том О развитии Спорта Как таково Потому что Спорт может Развиваться Только В связи С развитием Детско-юношеских Спортсекций И Как бы Направлений Движений То есть Если это Если это не шоу А если Спорт И поэтому Он едет Именно На первенство России Чтобы поддержать Как говорится Там Всю молодежь Чтобы поприсутствовать Там Вдохновить их Вот Это круто Ну а и для меня Хорошо В этом плане Получается Что я Я надеюсь Очень Что Найдется Хотя бы Несколько Десятков Минут Для того Чтобы пообщаться Нормально Поэтому На самом деле Можете Спросите мне Написать Там сюда Или там Еще куда-то В личных сообщениях О чем Что бы вы Хотели бы узнать Потому что Я думаю Что у меня Будет возможность Я на это Очень Рассчитываю Рассчитываю Задать вопрос Несколько Вопросов Федорову Емельяненко Вообще Напрямую Ну и Получить на эти Вопросы Ответ Конечно В первую голову Я буду Там Обсуждать Вопросы Организационного Хакера В плане Спортивной Медицины В ММА Но Можно будет О чем-то другом Выступить В качестве Журналиста И блогера Для того Чтобы Получить Ответы На какие-то Интересные Вопросы Я бы На своих На каналах А так же На сайтах На Буду Блоге В частности Скорее всего Потому что Там как была Тема Идут у меня Будушин Это больше Как бы Накопительная Тема Банк информации Такой Где Статьи Различные Напечатанные Обучающие Материалы И так далее А Буду Блог Это Ну Не новостная Лента Это конечно Статьи Но там Есть Обзорные Статьи По Каким-то Конкретным Тематикам Которые Привязаны Ну Ко времени К событиям Поэтому Можно будет Ребят Привет Все Кто Выходит В эфир Было бы Классно Если бы Там Буквально Там Поставили Там Плюс Учеркнули Что-то Представили Сказали Там Откуда Бы Вообще Было бы Неплохо В режиме Диалога Раз Это у нас Прямая Трансляция Прямой Эфир Можете Задать Там Какой-то Вопрос Я вам Отвечу Потому что Именно В это Время Когда Еду За Рулем Я Готов Отвечать Мне Вообще Все Время Мне Очень Нравится Такая Тема Что Мне Огромное Количество Вопросов Всяких Разных Приходит В почту И В личных Сообщениях Которые Можно Было бы Спокойно Побсудить Вот так В прямом Эфире Потому что На личные Сообщениях Всем Ответь Письменно Даже Если Написать Под вам Предложение У меня Точно Времени Не хватит Потому что Время Когда Бывает Это Буквально 2-3 Минуты Это Гаджет Под рукой То есть Сам телефон На нем Печатать Это Геморрой А за Компьютером Когда Работаю У меня Время На Разбор Таких Самсообщений Особо Нет Тем более Если Вы пишете Туда Их за день Прийти Там Не знаю Пара Сотен И те Кто Написали Это Раньше А я За Компьютером Добрался Предположим И сижу Вечером Это Эти Все Сообщения Значит Уползли Куда То В самый Низ Я Точно Раскапывать Не Буду Ребят Что Касается Почты То Поверьте Мне У меня На Почте Стоит Очередь В Ответах Где То Примерно Месяцев Шесть Вот Так И Поэтому В оперативном Порядке Я Отвечаю Только На Вопиющие Вопросы Когда У Человек Просто Какая Катастрофа Реально Либо Требуют Прямо Немедленного Решения Потому Что Проглядываю Как правило Быстро Все Сообщения Ну И Потом Откладываюсь Там Ответить Надо Люди Там Просят Консультации Или Чем То Еще Там Все Поэтому Лучше Всего Прежде всего Работа На Макеваре Ударная Подготовка На Снарядах Укрепление Ударных Поверхностей Все Это Лучше Всего В прямых Эфирах Прямо Смело Даже Если Я Вещаю Предположим На Какую Тему Которую Я сам Определил И Она У меня В режиме Монолога Идет Все Равно Можете Попробуйте Вклиниться И Я Просто Переведу Если Вопрос Действительно Ну Такой Который Там Интересный И Когда Я понимаю Что Такие Ну Подобные Вопросы Задавали Если Хоть Один Человек Задал Вопрос На самом деле Он Беспокоит Еще Человек Просто Они Об Этому Не Спросили Либо Постеснялись Либо Что-то Еще Поэтому Пожалуйста Давайте Задавайте Вопросы И Кстати А можете Просто Поделиться Впечатлениями Я в режиме Ленты Посмотрю Ехать Мне В районе Получаса Наверное Еще Так что Можем Нормально Побеседовать Может Двадцати Двадцати Пяти Так что Вполне Пообщаться Кстати Читайте Сейчас ММА В качестве Развивается Спорт А кто Считает А все Таки До сих Пор Это Все В разряде Шоу Если Вы Считаете Что Это Санспорт Поставьте Плюсик Если Вы Считаете Что Это Все Таки Шоу И Бессмысленно Как Санспорт ММА Развивать Поставьте Минусик Было Б Интересно Понять Как Я Там Ожидаю Ваших Плюсов Минусов Хочу Сказать Что Меня Радует То Что Все Равно Там Ортодоксы Ну не Ортодоксы А Специалисты По традиционному Карате Все-таки Начинают ММА Потихоньку Признавать А иначе Быть и не может Понимаете Потому что Все требует Вот такой Проверки Временем Сначала Все Все Встречается В штыки Было Время Когда Я Двинул По России Тент По Макеваре Макевар Был Такой Полузабытый Санки Снаряд Он Богом Вообще Забытый Был А Адептами Самых Разных Направлений Даже Традиционных Тоже Они В принципе Находили Так Было Понимание Что Такой Снаряд В зале Должен Он У некоторых И был И стоял Только В качестве Мебели Где-нибудь В углу Вот И Даже Кто На нем Само Работал Там Иногда Работа Была Бессистемная Там Через Тренировку Через На третью Вот И вообще Фиг знает Как Там Десять ударов Одной рукой Десять Другой И наоборот Там Десять ударов Одной рукой Двести Другой Там Однотипной Какой-нибудь Некомплексной Подготовки И все И вот Когда Я Лет Хрен знает Сколько Назад Эту тему Двинул И он испытания У меня все Прошел И тему По методике Работы Наверное Сдвинул Во всех Форумах Везде Тотально Встретили Все Самштыки Изобретение Велосипеда Ля-ля-фа-фа И все Такое Вот И что Конструкция Это Кто-то писал Дурацкая Кто-то еще Чего-то А теперь Посмотрите Эту конструкцию Воспроизводят Все Обалденное Количество Поделок Особенно В Украине То есть Кто ее Только не производит Именно моей Конструкции Макивар Именно мою Камертон И МБШ Шилова Камертон Шилова И МБШ Тоже Все подделывают Хотя Она запатентована И везде В рекламе Раньше Как бы Наверешь на Яндексе Макивары Вылетали Все мои Самые статьи Весь топ-10 Это были мои статьи Различные мои сообщества И мои сайты Сейчас же О маркетологи Разных фирм Так озаботились Что Ну У меня вылетают Конечно мои Самые ресурсы В десятки топовым Но не все занимают А что касается рекламы Так она вообще Самые забиты Полностью То есть Понимаете Даже Слово стало Релевантным Таким И востребованным Для того Чтобы продвигать Какую-то продукцию Понимаете То есть Это макивары Стали Вообще Все продвигается Начиная Там от подушки И каких-то мешков Там ручных Держать которых надо И заканчивая Чуть ли не лапами Да Все макиварами Называется Потому что Это релевантное Сам слово По запросу Люди продвигают Свою продукцию Под этим Сам термином Понимаете Какая Вышла штука То есть Фактически Я создал Новый рынок И создал Новый тренд Вот так вот То же самое Мне кажется Будет с ММА С ММА Ну Учитывая ту популярность Которая В мире В мире нарастает Иначе Просто быть не может Знаете Одно хотя бы то Что даже Вот организовано Было такое шоу Как Макгрегор С Мэйвейзер Он же говорит о том Что Ну все То есть Это конечно шоу Все это понятно Ну Хорошее шоу Реально И Его рассматривали Серьезно Раз его это провели Против Мэйвейзера Он же не клоун На самом деле Я еще про Макгрегора Могу сам сказать Что он Ну так Эпатажный Такой мэн Язык у него Конечно Смоговенный Хотя как боец И Он просто Фантастический Вот Ну Классное шоу Видите Рейтингово То есть ММА Рейтингово Запредельная Цена на билеты Но такого В боксе не бывало Даже никогда Но это что касается шоу Что касается спорта Сколько детей Сейчас идет заниматься В секции ММА Сколько популярны Трансляции ММА Да Пока не так популярно Возможно Как Бок Извините меня Бок Сколько существует Лет Он Раскрученный Причем он Начинал Раскручиваться Тогда Когда у бокса Не было Конкуренции Понимаете Не было Конкуренции У бокса Вообще Никакой Ну по сути В ударных Боевых видах Спорта Конкуренции У бокса Не было И он тогда Был Монополист Конечно Он оказался Раскрученным Сейчас ММА Начинает Развиваться Развиваться В условиях Жесточайшей Конкуренции Сейчас Что-то Нету И муай Тай И бразильское Джиу-джитсу Грэплинг Зюдо Карате Бокс Все есть Понимаете И ММА Самый молодой Вообще Самые молодые Направления Как видится Спорт Самый молодой Ну И такой рост Говорит о том Что если бы Конкуренции Не было Он бы уже Или все бы Начинали Подновременно Он просто Переплюнул бы Все остальные Виды спорта Подназначены По популярности Это 100% Ну а По прикладному А по прикладной Сколько эффективности Ну реальней Только жизнь Да Кстати Когда говорят Там Да ММА Там Это Не знаю Что это за такое Они как-то гомосейки В партере Постоянно Ребят Ну Совершенно Понятно Что В той ситуации Когда на улице Будет оппонентов Несколько Никто не полезется Специально В партер Бойцы Мои хорошие Умеют хорошо Работать в стойке Понимаете Просто На соревнованиях Они действуют В рамках правил И когда Считают Что более будет Эффективным Работа в партере Они работают там Понимаете А точно Точно так же Умеют работать В стойке Посмотрите На того же Макгрегор Он эффективно Работает в стойке И в качестве Прикладной техники Он использует Великолепно Элементы техники Бокса Тайбокса Кикбоксинга Если такое проще Многие бои Проводят в стойке Фактически Все Все Он Кударник Преимущественно Правильно Ему больше Борьба нужна Чтобы в ней Не залежат Чтобы уходить из нее А не для того Чтобы продолжать ее И в партере Он если и делает То добивание В основном Когда уже Противника в стойке Победил В общем-то По сути Понимаете То есть Умеют они все это делать Умеют Все великолепно Есть конечно Преимущественные борцы Которые Используя Правила ММА И умея хорошо бороться В основном Лезут сразу В партер Но это Особенности Ну предположим Тот же самый С Вжеф Монсом Который в принципе Уже Все конечно Наверное Вряд ли выступать будет Ну он Очень хороший грэпплер Конечно он Больше лез В борьбу Но Я вам еще раз говорю Что та генерация С моих бойцов Которые Были раньше Они приходили Откуда-то В шоу В ММА Как в шоу В шоу Где Различные бойцы Выясняют отношения Что кунг-фу Круче Но теперь Когда ММА Становится спортом Люди идут заниматься ММА Изначально То есть они не идут Заниматься Дзюдо А потом приходят В ММА Или они идут Заниматься боксом А потом приходят В ММА Нет Они приходят В ММА Сразу Дети Прям приходят В ММА И соответственно Они нарабатывают Всю богатую технику В ММА Сразу И ударную И борцовскую Понимаете Все это Самостоятельный вид спорта Где наравне Практикуются Все виды ведения боя И в стойке И в партере Все Сейчас пройдет Немного времени Пока вырастет Это молодое поколение В том числе И только Ночи соревнования Я поеду Да Вот буквально завтра И все И они прекрасно Будут сам Драться Абсолютно Равноценно И руками И ногами И бороться Они не будут Отдавать Чему-то предпочтение Понимаете Потому что Это было профильной Подготовкой До того Как они в ММА И попали Понимаете Нет Конечно У каждого Будут свои Сильные Слабые стороны Кто-то сильнее Кто-то слабее Это да Но это всегда так Это и в ударной Бойцовской теме Предположим Кто там практикует Муай-тай У кого-то Сильно наработано Колени Клинч У кого-то Хорошо наработаны Локти У кого-то Хорошо наработаны Ноги Преимущественно И большинство Побед Одерживает Он Какой-то Коронкой Своей То же самое Будет касательно Борцов У кого Хороший Есть Какой-то Эта Фишка Борцовский Прием Но кстати Что касается Борцовской Подготовки Действует ли Она На улице Скажу вам Абсолютно Ну точно Вот Ну как Утвердительно Борцовская Подготовка Если Ее В прикладном Аспекте Потренировать Хотя бы Немножко Она работает Вообще Великолепно Именно Прикладном Аспекте То есть Когда человек Не всю жизнь Борется На канвасе Или на татаме Или на ковре А Ну просто Хотя бы Дал себе Трудцам И представить И попробовать Все сделать Там на травке Там или где-то Что-то еще Да даже Если и В зале Все время Делал Некоторые приемы Очень проходят Эффективно Скажу больше Что Огромное количество Борцовской техники Высокие Броски Да еще Когда Позже Их Сам проводящий прием Сам падает На противника Своего Они Намного Разрушительнее И травма Так опасней Чем удары Гораздо Они проводят Такой комплекс И политравме Если вы Самозащиту Сделаете В качестве Самозащиты Применяете Когда И легкие Разрываются И диафрагма И Кишки Лопаются И все Такое Проще Что там Не происходит И сотрясения Сильнейшие И для позвоночника Небезопасно И переломов Тюма Вот Все это работает Если на улице Там один оппонент Или даже два Одного там ударили Другого И бросили Вот таким вот образом То все это работает Просто на ура Я сам совсем недавно В интернете Видел целую подборку Роликов Видео Записанных С Регистратора С регистраторов Когда возникает Какая-то конфликтная ситуация На улице На дороге Это еще Люди выскакивают Из машины А регистратор Продолжает Смотники писать То есть Сзади стоящиеся Машины Регистратор Продолжает вести запись Вот И люди начинают Ну Смотники драться И вот там была подборка Именно потому Как приемы Значит удушения И борьбы Работают Ну броски Работают На улице И сразу Сильно бросается В глаза Когда люди Действительно работают Ну которые Занимаются Значит ММА Вот это прям сразу видно Вылетает Один человек Предположим Иззади стоящей Сами машины Чей регистратор Спишет Из другой машины Вылетают Двое Причем Сбитой Даже Бейсбольной Вот была ситуация Там вылетела Ну Бит ему не помогла Потому что там Очень быстро Все произошло Он в принципе Не хотел Воспользоваться Ей Но Ему не представилась Возможность Такое Дело сделать Потому что Там было понятно Что ситуация Очень серьезная И надо решать ее быстро Потому что Человек который Выскочил Сзади Он действовал Просто Молниеносно Он Увернулся От первого же Замаха Ударил Два-три раза Того Кто бит удержал И тот Отлетел В кусты А другого Он Сразу Под руку Подсел Под удар На удушение Взял его Сзади В гильотину И не ложился В партер А просто Прислонившись С задницей К капоту машины К багажнику Машины Впереди стоящей Задушил его До потери сознания Тот Который Ну все И потом Сел в свою машину И значит Объехал их И поехал дальше Предавительно Посмотрев Что там случилось С тем Который Улетел В кусты Он там Продолжался Шевелиться Ну и все Значит Было понятно Этот оклемается Который Придушили Тот тоже Шевелится Значит все нормально Причем это все Заняло От силы Секунд Двадцать Двадцать Наверное Ну может чуть больше Сколько там Удушения проходило Ну за двенадцать Наверное секунд Примерно За пятнадцать Потерял сознание Тот И с первым Разборка Ну весь бой С ним занял Секунд двадцать И с первым Разборка заняла Несколько секунд Секунд пять Ну двадцать пять Секунд вся драка Два С самим противником Это моменты Выхода Значит из машины И до того Момента Как он Закончил С ними заниматься Понимаете И другие были Тоже подборки Когда тоже Вот удушения В основном То есть Понимаете И очень аккуратно Корректно получается В этом плане Даже Просто великолепно Не травмировал Противника Не нанес ударов Никаких Ничего Даже если потом Заява какая-то будет Вот если просто Придушил Если с одним противником У того ни травм Никаких нет Ничего Вообще Предъявить что-либо Сомсложно Очень сложно Предъявить Поэтому план Вообще Прекрасно работает Ну а если Конечно Ситуация Выходит из-под контроля То есть Очень Как бы Критичная То владение Болевыми приемами И приемами Которые ведут К перелому костей Очень даже Может и Рычаги локтя Там И все такое Блин Переехали на квартиру Сейчас Мне надо будет Разворачиваться Так Так-так-так Ладно Неожиданный ход Вот Недалеко Вот это в плане того Что все прекрасно работает Вся техника ММА В том числе Борцовская О которой часто говорят Что нет А сколько я видел Когда С пацанва Дерется на улице Там отдали родители Ребенка на борьбу Ну вот Не захотели отдать его на бокс Отдали его на классику Там На борьбу Задирают его на улице Кто-то Пишут Это все на телефон Как это происходит Ребенок обхватил Сзади Прогибом Хлоп оппонента Своего Все Ну учитывая то Что они дети У них Как говорится Переломы И ситуации Связанные С тяжелейшими травмами Когда человек не знает Как падать И не боролся никогда Минимально То есть Того кого это бросило Он там особо Ничего страшного Так что прям Совсем нету Вот Но знаете На всех это Производит впечатление Колоссальное На всех оппонентов Там драки Заканчиваются Просто Махом Потому что Это выглядит Конечно Очень эффектно И драка На этом заканчивается Тоже Поэтому Можно отдавать Ребенка В принципе Заниматься На борьбу Кто не хочет Чтобы он дрался Но вообще В ММА Отдавать детей Легко Вот некоторые говорят Ну как Вот такой Кровавый вид Спорта Ну некоторые считают Родители Это же вот как Ребенка отдать В ММА Я хочу сказать Что на боксе Ему по башке В принципе Больше стучат Я это Говорю как Человек от бокса Недалекий Все время Как бы Находившийся рядом С боксерами И сам занимавшийся Боксом В детстве И продолжавший Заниматься Всю свою Сознательную жизнь Тоже боксом Хотя профиль у меня Каратэ Вот В тренировках Если Серьезные спарринги Все В башку прилет Это очень много Потому что Преимущественная Мишень Это голова Ну как преимущественная Ну да преимущественная Самое большое количество Ударов Выбрасывается Именно В голову И соответственно Большое количество Туда прилетает Ударов В ММА В ММА Из общего количества Всех нанесенных Ударов В голову Ударов Руками И ногами Приходится Не такое большое Количество Потому что Предположим Пусть выбрасывается Ударов Столько же Хотя Как правило Бывает Гораздо меньше Но они Распределяются К всему телу Идут лоу-кики В ноги Идут Дары по корпус Огромное количество Проводится В партере В борьбе И такое прочее И Реальное Добивание В маунте Идет только На соревнованиях То есть Никто по башке Не стучит Друг к другу Если предположим Находится в позиции Сверху На тренировке Никто по башке Друг к другу Бить не будет Добивая Сильно Этого Этого не Произойдет Ну вот и понимаете Ситуацию Это все работает В этом тренировке В ММА Гораздо Безопаснее Ребенок там Останется Абсолютно Цел А учитывая То что Дети Не могут Нанести Очень сильные Удары Друг к другу То это Тем более Безопаснее Посмотрите Как дерутся Ребята Дети В Таиланде Муай-тай Начиная Они с 5 лет Выступают На ринге С 6 И до 12 Лет Условно говоря Они хлещутся Просто Страшно Наносят удар И просто Со всей силы Как только могут Но учитывая То что Они могут Не сильно Нанести их Там и травматизм Практически нет А вот Начиная уже Ребята постарше Биться Начиная Чем старше Тем уже Там опасения Выше И уже Травматизм Есть И нокаут И все такое Прочее Среди мальвы Нокаут практически Не бывает Никогда Очень редко Ну там Нокдаун Может быть Иногда Когда Это уже Дети дерутся Которые Хотя им И по 12 лет Но они уже 6 лет Занимаются Понимаете Ну вспомните Как мы дрались После школы На улице Когда детьми были Че там Нокаутов было много Да я вообще Не припомню Чтобы кого-то После школы В драке Там пошли Махаться Как говорится Как это называется Пойти махаться Давай Че ты Вот Чтобы кого-то Нокаутировали Да не припомню Я такого Вообще Губы разобьют Нос разобьют Но удары-то Несильные Ничего страшного Не происходило Никогда А че там Так Ничего страшного Никогда не происходило Это я как бы Повторяюсь А потому что Не способны Дети нанести Такие страшные Разрушительные Какие-нибудь Там эти вещи Поэтому спокойно Можно отдавать Детей В секции Где есть ударная Подготовка Да легко Да легко И ничего не случится А вот ребенок Освоит навыки Очень даже Хорошо все И сможет И сможет Постоять за себя И смотрите Эти хулиганы Не будут На улице Так вот Понимаешь ли Хрен проедешь Элитный район В элитном районе Машин Блин Не знаю Куда сейчас Буду ставить Тачку Даже вообще Так Где тут Можно воткнуться То Ну вон туда К спортивной площадке Если что Только Извините Это я так Сам с собой Тихо Мирно Сам с собой Я веду беседу Да Тихо 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 вот так ну все вроде вырулил немножко так поэтому стоит отдавать детей такие секции однозначно обсуждаем эту тему обставляйте свои по этому поводу комментарии будет интересно отвечу постараюсь если никто не захотел в эфире ничего написать ну ладно напишите тогда это потом а еще это видео перезарю скорее всего на youtube на лайфчин на свой к под чину много интересных видео различные монологи интервью